здравствуйте друзья в эфире канал ньюаш вот и с вами я юрий гемильфа честно говоря я даже не ожидал что после сегодняшнего репортажа о глубоких познаниях виталий валентинович милонова будет столько потрясающих комментариев ну честно говоря я обожаю вас друзья мои потому что ржал я не переставая но в этой связи я вынужден обратиться к событиям десятилетней давности и рассказать вам одну историю из собственной практики свидетелем которой я был лично ситуация короче говоря была такая 10 лет назад я работал эти директором в одной компании а в те преснопамятные годы ну старики помнят молодежь нет ладно какие ваши годы тогда был по мегабайтный учет трафика молодые вы этого не знаете вы не в курсе вам старшие объяснят и короче говоря каждый мегабайт стоил энное количество динзнаков в результат чего за перерасход лимита начальство делал нам очень нехорошо ну и короче говоря в моей обязанности входило каждый месяц составлять отчет по принципу того что мы там на интернете ладно и вот все у нас было вроде нормально все у нас было в пределах нормы в пределах правил и вдруг в конце одного месяца очередного месяца я составляю отчет и вдруг выясняется что наш интернет трафик возрос в три раза в результат чего компания была вынуждена заплатить за месяц за интернет почти 40 тысяч рублей по тем временам это почти полторы тысячи долларов то есть ну просто кошмар значит мой начальник гендиректор смысле меня вызывает и устраивает мне полный сексуальный час на предмет того что это за событие причем устроил он мне это жестко с особым цинизмом с контрольным изнасилованием в мозжечок и велел немедленно разобраться а дабы не пропустить поимку виновного он стал меня спина я начал искать тут выяснилось что вот этот вот нецелевой трафик точнее в начале избыточный трафик шел через одного вновь прибывшего к нам в компанию молодого человека я начал исследовать а что же он такое там накачал скажу вам честно друзья такого хардкора я не видел никогда в жизни я думал что в свои годы я знаю уже все так сказать способы я ничего выяснилось не знаю то есть то что мне придется мне довелось увидеть это было что-то типа койтус с аквалангом стои в гамаке ну вот где-то как ну вызвали этого молодого человека и велели написать объяснительную но как положено типа как ты дошел до жизнь такой и вот этот молодой человек я не помню его имени фамилии я помню только его кличку сейчас вы поймете почему он написал объяснительную следующего содержания вот виноват не заскринил в свое время но ладно поверьте на слов я и мирак такой-то в период с такой вот такое-то числа такого-то года посещал сайты с целью изучения вопросов секса прочитав эту объяснительную а да там было еще готов возместить ущерб прочитав эту объяснить все присутствующие просто минут десять бились в истерике после чего погоняла порноисследователь к этому молодому человеку пристала как приклеенная дальше ему на стол регулярно клали папочку с оттесненной надписью диссертация все очевидно ждали что он будет писать по вопросам нетрадиционного секса в невыразимых позах диссертацию и так сказать в итоге молодой человек не вынес наших косых взглядов и насмешек а также то что все к нему обращались ну позови не то порноисследователь то он уволился но такие мы злые и нехорошие люди и можно сказать просто редиски к чему я вам рассказал эту историю вот сдается мне что виталию валентиновичу милонову необходимо тоже скинуться нам всем братцы и подарить ему папочку стесненным названием диссертация по вопросам секса я смею предположить что это диссертация будет иметь огромный успех в научном мире может даже нобелевку дадут как вы думаете я бы был очень рад если бы впервые в истории нобелевскую премию дали бы нашему порноисследователю виталию валентиновичу милонову всего вам доброго друзья подписывайтесь на канал лишь вот будут вопросы присылайте обсудим до встречи